Кстати, хотел снять видео этого загадочного места небольшой церквушки. Она открыта, и сейчас покажу, что находится внутри. Очень важный момент, о котором мало кто говорит. Лучше всего масленочкой. Масло, которое распределяется, оно будет отсюда вылетать и будет появляться такая линия. Сейчас я покажу. Вот эти линии, если хорошо видно на видео. Это и есть наша смазка. Всем доброе утро. И сегодня второй день. Начинаем с того, что купили новую цепь для пилы. Сейчас поставим комфортно. Все будет резать. Пойдет работа. Перережем ствол, который вчера завалили. Ну и, конечно, катить вот эти колодки. Немножко большое расстояние, около 50 метров. Поэтому немножко напряжно все это будет. Но мы справимся. Кстати, хотел снять видео этого загадочного места небольшой церквушки. Она открыта. Сейчас покажу, что находится внутри. Вот такое необычное место. Несколько икон. Пол просел очень сильно. Просто выгнут. Другой по причине того, что я понимаю, что это очень старое здание. Ну, судя по соснам, можно сказать, что кладбище очень-очень-очень старое. Здесь практически все сосны большого диаметра. Можно потянуть вверх. И три звена должно быть видно по нижней части. Но не всегда это так. На большой шинке можно больше вытянуть, на маленькой меньше. Поэтому все должно быть в рамках разумного. Должна хорошо ходить. И очень важный момент, о котором мало кто говорит. Чтобы шинка и цепь дольше прослужили. Очень важно, перед тем, как завести пиву. Лучше всего масленочкой. Но если нет с собой масленки, как у нас сейчас. Можно немножко масла, которое мы заливаем в пилу для смазки цепи. Тоже масло. Налить немножко на шину, на цепь. Перевернуть. Прогнать ее. Потому что пила, когда начинает работать, она сразу начинает работать на сухую. Насос еще не успевает подать дополнительную смазку. Вот поставил новую цепь. Очень важно смотреть натяжение цепи. Она не должна провисать и в то же время она не должна быть сильно, быть натянута. Потому что дополнительно будет греться и цепь, и шинка. И большое сопротивление дает для двигателя так же плохо, для звездочки плохо. Поэтому цепь должна двигаться свободно. Это происходит через какое-то время. И вот это время, промежуток, цепь в холостую по шинке двигается. И тем самым идет износ, накрывание. Потом прогнали перед тем, как заводить. И перед тем, как заводить, обязательно нажимаем тормоз. Вообще любое передвижение от объекта к объекту, где-то попилили, надо перейти рядышком. Обязательно включаем тормоз. И заводим нашу пилу, даем немножко поработать. Время от времени также проверяем смазку цепи, насколько работает насос. Потому что у меня в мелкой хускварне перестал подавать масло. Я по гарантии верну, мне сделали карантинный случай, и все нормально. Потому что можно не заметить, плохо будет пилить, креться, что-то не то. Но прежде всего, перед работой обязательно нужно проверить. Значит, заводим пилу, подносим к какой-нибудь светлой плоскости, что можно было, к дереву, неважно к чему. И начинаем газовать. Масло, которое распределяется, оно будет отсюда вылетать, и будет появляться, как бы, такая линия. Сейчас я покажу. Вот эти линии, если хорошо видно на видео, это и есть наша смазка, которая подает самоцик в машинку. Поэтому все в порядке, можно работать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ветки за кадром, на самом деле, кроется много всего интересного, сложного. Каждый день он не похож на предыдущий. Ну что, друзья, вот мы и закончили. Вот остался пенек. Все расчистили, убрали, отнесли. Так что вот такая вот работа арбориста. Один из дней арбориста. Всем добра, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok